Мы читаем хронику вечности. И что это такое? Это история основы мироздания. История, без которой мир ничто. То есть, если вы умолкнете, Вселенная прекратит существовать. Ты веришь в это? Здравия, дети рода человеческого. В этом ролике я познакомлю вас с символизмом в оккультном фильме Воображариум доктора Парнаса от британского кинорежиссера американского происхождения Терри Гиллиама. В арсенале у этого режиссера такие картины, как «12 обезьян». Есть, хочешь? Абри. У нас намечается убийственная обжираловка, дохлые коровы, овцы, свиньи. Что? Смотри сюда. Это Джимба. Устроим экскурсию. Познакомь с правами пользования телевизором, покажи игрушки и все прочее. А сколько ты мне заплачешь? Сколько? Ведь это твоя работа. Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Братья Гримм – это те, которые смотрел я сам, но есть и другие. Помимо того, что режиссер наполнил свой воображариум оккультной символикой, он и сам не прочь ее продемонстрировать. Данный масонский жест называется «Осирис воскрес». Его демонстрируют разные медийные личности. Конечно, существует иная трактовка этого жеста. Я вас всех обнимаю. Но это мазь для профанов, в которую может верить любой, но не мы. Итак, о чем же фильм «Воображариум» доктора Парнаса? Путешествуя по миру вместе со своей группой, доктор Парнас дает возможность зрителям шоу пройти сквозь волшебное зеркало в фантастический мир. Однако магический дар Парнаса имеет свою цену. В течение многих веков он играет в азартные игры с самим дьяволом, который собирается прийти и забрать свой приз. Дочь Парнаса Валентину. Главной в фильме является тема противостояния добра и зла. Наверное, самая основная и основополагающая из всех. По сути, фильм о пари Парнаса с князем тьмы. Давным-давно он заключил с ним первое пари и выиграл бессмертие. Это мое первое пари. Дьявол. Побеждает тот, кто раньше привлечет 12 последователей. Это была трудная схватка. Я победил. Моя награда – то, что я желал больше всего. Вечная жизнь. Много столетий спустя доктор Парнас встретил истинную любовь и заключил новую сделку с ним. Обменял бессмертие на юность. Но с одним условием. Все его дети по достижении 16 лет должны стать собственностью дьявола. Валентина, дочь главного героя, скоро достигнет 16-летия и доктор Парнас всячески старается уберечь ее от неизбежной участи. Мистер Ник, так зовут дьявола в фильме, приходит за Валентиной, но всегда готовый к новому пари. Он договаривается о новой ставке. Итак, два пари уже было заключено. Первое, чтобы стать бессмертным. Второе, чтобы снова стать смертным и молодым ради женщины. И третье, чтобы освободить дочь. Князя Тьмы в фильме сыграл американский певец и композитор Том Уэйтс. Сам ритуал сделки с дьяволом, проводимый в воображариуме, или если точнее, иммаджинариуме доктора Парнаса. Аналогичен сцене с Воландом в Вариете в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Как это действует? Сколько платить? Платить нет. За воображариум платить не нужно. Мы не ради денег. Сколько длится сеанс? Для кого как, дорогая. Ну прошу вас, без стеснений, без церемоний. Ну? Ну абсолютно бесплатно. Дорогая, этот вечер ваш? Хотите очиститься? Настал ваш час. Пропустите, пожалуйста. Час тут не искать. Она избрана, дорогая. Прошу в магазин, мадам. А-а-а! Доктор! А-а-а! Доктор Парнас! Благодарю вас! А-а-а! Дьявол воображариуме путешествует при помощи зонтика. А где мы уже видели такого дьявола? Правильно, это же Мэри Поппинс. Сам режиссер Терри Гиллиам говорил, что персонаж Парнаса во многом автобиографичен. И его арка – это рассказ о стареющем человеке с ярким воображением в мире, который больше его не слушает. Парнас пытается сохранить свою дочь, которую сам же и обрек на плен дьявола. Как вдруг из ниоткуда появляется талантливый продюсер Тони и дает Парнасу шанс на спасение дочери. В итоге под дудку Тони пляшет вся труппа. Люди хотят крутизны. Нужно что-то в этом роде. Видите? Тема «Зазеркалье» тянется красной нитью в оккультных произведениях. Кроличья нора Гиллиамы – не место, где реализуются мечты, и уж точно не рай для заблудшего странника. Этот воображариум – самое глубокое в мире зеркало, способное открыть человека таким, каким он не видит себя сам. Каждый, очутившийся в сказочном краю, оказывается погруженным в гротескное олицетворение своих пороков. Здравствуйте. Сенсация на рынке, дотянись до облаков. Раскройте свой потенциал. Вы можете быть богатый, прославленный, знаменитый, без изнурительных диет и физических упражнений. Откройте в себе силу. А в ряде случаев путешественников по воображариуму прямым текстом подталкивают к самоубийству. Я советую вам этот вариант. Рудальфа Валентина, Джеймс Дин, принцесса Диана. Все они давно умерли. Не зря Аркан Таро «Повешенный» становится лейтмотивом картины. «Повешенный» – это заложник обстоятельств, это жертва, а также человек, который связан по рукам и ногам своим собственным положением. А по фильму получается, что привязанный к своему эго, к своей высшей миссии, именно гордыня не позволяет увидеть героям сам факт того, что они выбирают между плохим и еще худшим. По сюжету «Чудо» компашка Парнаса нашла повешенного под мостом незнакомца. Им оказался Тони, которого сыграл Хит Леджер. Он также играл у режиссера Терри Гиллиама в фильме «Братья Гримм». А теперь внимание! 22 января 2008 года, когда Воображариум был еще на стадии съемок, Хит Леджер был обнаружен мертвым в своей нью-йоркской квартире на Манхэттене. Экспертиза вынесла вердикт – острая интоксикация, вызванная передозировкой снотворных, прописанных врачом. Вы отследили цепочку случайных событий? Хит Леджер играет в оккультном фильме роль повешенного и умудряется принести себя в жертву во время съемок. «Ни на кого нельзя положиться, все приходится делать самому». В сценарии фильма, написанном задолго до смерти Хита, была строчка, которую Кристофер Пламмер не хотел произносить после его смерти. В мире полно историй, комедий, мелодрам и историй с непредвиденной смертью. А в другой сцене Джонни Депп произносит длинную речь, очень похожую на надгробную речь в честь Хита. «Все они давно умерли». «Да, но они, тем не менее, бессмертны. Они не стареют, не толстеют. Они не дряхлеют, не болеют. Их не мучает страх, потому что они навеки молоды. Они боги. И можно уйти к ним. Ничто не постоянное, даже смерть». Типичная голливудская смерть, как сказал бы Вадим Шигалов. После смерти исполнителя главной роли Хита Леджера, съемочная группа попала в сложное положение. Часть материала уже была отснята, но этого было недостаточно. Решение пришло вскоре. По сюжету Тони проходит через волшебное зеркало доктора Парнаса. И после этого момента его внешность изменялась. Роль Тони доиграли Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл. А Хит Леджер не увидел своего триумфа, не дожив до церемонии, где за роль Джокера он был удостоен посмертно премии Оскар, Золотой Глобус и Бафта. «И раз, два, три!» «Хочешь знать, почему я использую нож?» «А я думал, у меня шутки плохие». «Пистолет слишком быстрый, не успеваешь насладиться, получить удовольствие. А надоешь, они тебя выкинут». «Ты будешь сидеть на железном троне, но сначала нужно принести жертву. Этого требует Повелитель Света». Джокер был принесен в жертву. «Дело вовсе не в деньгах. Главное, чтоб дошел смысл послания». Впору задуматься о том, не вступал ли сам Терри Гиллиам в сделку с нечистым. «Вводите знакомство с дьяволом, да? И каков уговор?» «В забавном мире мы живем, правда?» «Терри Гиллиам в одном из блогей в руки» Ничто не изменилось. Не унывай, док. Я освободил тебя от вздорных иллюзий.